Добрый день, дорогие зрители! Сегодня с вами я, Усманов Павел, главный архитектор домостроительной технологии. При проектировании дома очень частый вопрос у заказчика, как получить уведомление или как подать уведомление о начале строительства. Так вот, сегодня я расскажу, как это сделать максимально просто и быстро. Существует несколько способов подачи уведомления о начале строительства. Первый – это сходить в МФЦ ножками и его подать физически, на бумаге. Это самый сложный. Дальше через МОС.РУ или через Госуслуги. При каких условиях можно быстро получить ответ на уведомление? Это правильно выбранный земельный участок. То есть там должна быть в правильной категории земель, это желательно ИЖС. Также не должно быть никаких обременений на участке. Рядом не должно находиться аэропортов, аэродромов, заповедников, заказников и земель культурного наследия. В этом случае вам понадобится дополнительное согласование с соответствующими службами. И самым важным является правильное заполнение документов. Давайте на конкретном примере я вам сейчас покажу. Переходим на сайт Госуслуги. На главной странице в поисковой строке наберите уведомление о строительстве. На что робот Макс предложит выбрать пункт «Уведомление о строительстве объекта ИЖС». Если вы находитесь в московском регионе, вас перебросит на сайт Мосру. Для входа в него можно также воспользоваться госуслугами. Если же нет, то вам предложат остаться на госуслугах. Мы рассмотрим вариант заполнения на Мосру, но на госуслугах заполняется аналогичным образом. Итак, первый шаг. Выбор цели обращения. Выбираем уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Переходим ко второму шагу – «Сведения о заявителе». Выбираем пункт «Заявление подается заявителем». Сведения о заявителе заполняются автоматически. Далее вводим адрес вашей прописки. Переходим к третьему шагу. У вас должна быть перед глазами выписка из ЕГРН, в которой указаны все данные о земельном участке. В статусе земельного участка выбираем «Земельный участок находится в собственности». И если вы уже зарегистрировали его на себя, то выбираем пункт «Вы собственник». В строке «Кадастровый номер» вбиваем номер вашего участка в выписке из ЕГРН. Заполняем поля «Адрес и описание местоположения земельного участка». Далее «Сведения о праве заявителя на земельный участок», также «Выписки из ЕГРН». Выбираем назначение земельного участка и ставим галочку «Имеют ли иные лица право на земельный участок». В следующем пункте вы должны определиться с назначением дома, предназначен ли он для круглогодичного проживания и будете ли вы в нем прописываться. Если да, то ставите галочку «Объекта индивидуального жилищного строительства». Если нет, то «Садовый дом». Чтобы ввести сведения о планируемых параметрах объекта, вам потребуется разработанный проект, из которого мы берем следующие параметры. Это количество надземных этажей, это высота здания. Сведения об отступах от границ нужно взять из вашего проекта. Лист «Схема планировочной организации земельного участка» или «СПОЗУ». Если такого листа нет, то нужно знать правила размещения объекта на земельном участке и отступы от границ. Площадь застройки также берем из проекта. Суммарную поэтажную площадь в габаритах наружных стен вам сможет подсказать ваш проектировщик. А вот для следующего параметра, указания плотности застройки, вам потребуется эта цифра. Суммарная поэтажная площадь, а также площадь вашего земельного участка. Давайте объясню проще. Перевести сотки в гектары, нужно ваши сотки, например, их 10 поделить на 100. Получится 0,1 гектара. А ваши квадратные метры поделить на 1000. То есть, если в примере взято 300, делим на 1000, получаем 0,3. Далее, 0,3 делим на 0,1 гектара, получаем 3. Вписываем этот коэффициент в соответствующую строчку. Схематическое изображение вы должны приложить. Его обычно предоставляют проектировщики. Или можно начертить от руки. Пример смотрите на экране. Других документов прикладывайте в выписку из единого государственного реестра недвижимости. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл» и прикрепляете отсканированный документ. Итак, мы подошли к последнему шагу. Информирование о результатах. Здесь вы должны поставить галочку «Я хочу получить результат по почте». И вводите ваш почтовый адрес. А также вы должны поставить три галочки. Первое – это правила предоставления госуслуг. Второе – далее настоящим уведомляется, что объект не предназначен для раздела. И третья галочка – об обработке персональных данных. Надеюсь, видео оказалось полезным. Если остались вопросы, то звоните нам. Мы обязательно вам подробнее расскажем. До новых встреч! До новых встреч!